Вопрос 116. Почему в церкви мало приходов в зарубежной церкви? Какие причины, как вы думаете, и можно ли изменить это положение? Отвечает Игнать Тихонович Лапкин. Ответ. Приходы зарубежной церкви отличаются от московской патриархии тем, что отрицают декларацию митрополита Сергия Строгородского 1927 года, бросившую церковь в полное подчинение безбожным властям. Не участвуют в экуменическом движении. На сегодня это главные причины. Но они настолько неведомы народу, что люди это преимущество не ставят ни во что. Во всем остальном, не считая обливательного крещения в МП, они ничем друг от друга не отличаются. Но зато нахождение в московской патриархии при патриархии дает некое преимущество. Открыты храмы, которые субсидируются государством. Есть училища, семинарии, академии. Сюда же ходили и мои родители. Те приходы зарубежной церкви, какие есть в России, это и не общины, но точно такие же, только бедные, как и в МП. Этим официально разрешено быть в школах, отдают храмы, назначенные представителям в силовых органах, в структурах власти. Человек это все видит по телевидению и слышит по радио. Но когда нет настоящей веры по Евангелию, то приходится согласиться, что люди сделали правильный выбор, находясь в патриархии. Если бы в РПЦЗ были организованы общины по первоапостольскому принципу с рождением свыше, и начата поистине евангелизационная работа с народом, непрерывная проповедь со всеми слоями общества, то появилась бы надежда на пробуждение, а так просто появилось перетаскивание тухлой рыбы из одной дегтевой бочки в другую.